Привет! Скажу честно, я никогда не смотрела и не видела даже одной серии Самурая Джека. Но на днях случайно увидела в стиме, что по сериалу вышла игра и мне стало безумно интересно. Не буду скрывать, мне понравилась стилистика и то, что это слэшер с элементами платформера. А мне такое нравится. Я про веселые игры, где красивая боевка и не нужно заучивать кучу комбинаций и по часу сражаться с боссами. Но и платформеры мне нравятся. Потому я недолго думая купила Самурая и пока он качался посмотрела пару серий сериалов. И каким же было мое приятное удивление, когда я запустила игру. Она началась по сути как очередная серия сериала. Прикольненько. Но что самое главное, я поняла, что мне не обязательно было знать, что там происходило в сериале. Игру можно воспринимать как полноценное отдельное произведение. Примерно как с пингвинами Мадагаскара и кунг-фу пандой. Не обязательно было смотреть сериалы, чтобы все понимать. Ну и наоборот, не обязательно было смотреть полнометражки, чтобы понесуть сериалов. Короче, начинается игра с обычного рисованного мультика, в конце которого Джека перебрасывает в будущее. Которая, кстати, уже 3дшная. Интересный визуальный ход получается. Типа прошлое показаны старые рисованные анимации, а будущее уже современное 3д. Но самое главное это как же там сама игра? Как играется? Есть ли баги, проблемы и вообще стоит ли брать? Ну во-первых, сначала посмотрите обзор и в конце я скажу кому игру точно нужно брать. А во-вторых, игра неплохая. И сейчас мы с вами быстренько пробежимся по самому интересному. В ней есть все для того, чтобы были довольны фанаты сериала. Есть все знакомые персонажи. Многие очень даже рады видеть тебя после долгого расставания. А напомню, Джек пропал из основного времени. Есть стандартные враги и злодеи из сериала. И что немаловажно, игра наконец-то дает поиграть за любимого героя и стильно покромсать своей катаной толпы противников. А их правда очень много. Сражения с ними по большому счету построены по типу сражений на аренах. Иногда встречаются поодиночке. Это неплохо, это по сути стандарт для слэшера. Но вот как они на тебя нападают, это уже интересно. Если играть на среднем уровне сложности, то в принципе ты с легкостью справляешься с большинством сражений. Но самое неинтересное, что в основном ты сражаешься против болванчиков с огнестрелом. И это уже небольшая проблема. Пока ты со своей катаной махаешься с одним, еще пятеро постоянно тебя расстреливают и очень часто срывают атаки. Именно поэтому у нас есть возможность использовать лук и различные огнестрельные оружия. Ну такой себе современный самурай получается. Некоторое оружие прям имбовое и при правильном использовании можно было даже босса заварить ни разу не подойдя к нему и не доставая катану. Но чтобы это не превратилось в совсем неинтересный расстрел издаля, оружие долго не работает, оно постоянно ломается. Но кроме катаны она вечная, чтобы было интереснее играть. А я думаю вам будет интереснее играть именно с катаной. Потому что настоящие самураи сражаются только честным оружием. Ее нужно прокачивать. И вот в прокачке на первый взгляд все просто и стандартно для слэшера. Бегаешь по уровням, собираешь души врагов, находишь спрятанные души и за это прокачиваешь свои умения. Но я также заметила небольшое сходство прокачки с еще одной недавней игрой про самураев призраком Сусимы. Тут очень похожее меню. Есть похожее умение и вообще вся игра чуть напоминает призрака. Но только с более современным и мультяшным врагом. Так вот про прокачку. Кроме улучшений за души мы можем покупать всякие предметы, зелья, еду и оружие у самурая диджея. Не знаю почему, но этот чувак выглядит очень странно как для самурая. У этого нео самурая вы будете покупать все припасы и еду, чтобы восстанавливать здоровье. Потому что точки для восстановления здоровья разбросаны по уровням очень странно. То не буквально на каждом шагу, то ты еле добираешься до следующего источника. Но не забывайте искать тайники с деньгами, они вам тоже понадобятся. Или занимайтесь собирательством всего, что увидите на уровнях и продавайте все тому же самураю с модными очками. Что касается именно фанатов сериала, то им игра думаю понравится, только не нужно воспринимать ее как огромную новую историю во всей вселенной. Сюжет игры небольшой по объему, он примерно как 1-2 серии, но точно не как целый сезон, что для многих может показаться большим минусом. Но только в том случае, если заранее этого не знать. А если вы смотрите этот обзор и вы фанат, то вы уже подготовлены и можете решаться на покупку. Но я бы конечно подождала немного и купила ее со скидкой. Цена хоть и привлекательная, но игра не стоит своих денег. Она достаточно короткая, что в принципе не проблема. Она лучше любой игры по мультфильму, которой я знаю и у нее неплохой сюжет, если смотреть на него как на новую серию сериала. Но если смотреть на нее как на отдельную игру, то уже начинаешь видеть, что ничего нового тут нет. Что все элементы это типичный слэшер по типу дмс или байонетты. И вообще есть отличный слэшер про самураи, который кромсает огромных роботов. Metal Gear Rising, который можно купить за доллар. Но если вы уже все эти игры прошли, если вам нравятся слэшеры и самурай джек и если вы не знаете чем себя занять пока не наступит осень с ее кучей релизов, то можете попробовать. Но ничего сверх крутого не ждите. Это обычная недорогая игра для фанатов.